Приветствую вас, геймеры, это канал Alex on Play, и мы продолжаем проходить за Российскую империю, и будем, короче, Эстония все-таки сдалась мне, Эстония мне сдалась, ну, Латвию мы и так захватили, а Литву гарантиют британцы, мы можем объедить войну, но они вступят в союзники, с союзником пока мы воевать не можем, пока не можем воевать, поэтому как-то так, мы будем ждать, когда Германия что-то сделает, тогда все будет идеально. Ну, короля хочешь привезти? Класс, ну ладно, нас это не интересует сильно. Ну что, будем готовиться тогда к войне с Польшей, Литвой, Польшей, Литвой, нарисуем план, а Марко пускай, нет. Вот этого мы уберем, это будет всего 4-5 дивизий, 4 дивизий, 4 армии будут под командованием Брангеля, но мы, но это мы будем еще ждать, еще Человакию даже не съели. Маркову мы отправим под Литву, и быстрым ударом, пока мебель трогать не будем. Быстро заходят, ну потому что надо еще подождать, когда Германия мебель заберет, и я уже, возможно, будем объединять войну. 3 дивизии, обороны территории, обороны территории. Все, как-то так. У Жукова будет пока такая оборона. Будем дальше обучать. Так, нефть и переработку изучили. Интеграцию мы пройдем потом. Так, эту брать не особо нужно. Не особо хочется. Ну, пока будем всякие экономические фокусы изучать. Потому что, ну, другого пути нет. Так, 38-й год. Многочислительную машину. Радар. И, конечно же, оружие огневоподдержки. Будем пока убирать всякие негативные дебафы. Разорвал. Пакт на ненападение. Что? От чего это? От чего это? От чего это он с нами? Пакт или нападение? Разорвал. Это мне не нравится. На реформу в армии, на доктрин провести. Мы ждем, когда потребуют мем или немцы. В общем, мы вступим, наверное, в ось. Мы пойдем по оси. Так, а вот дальше мы идем пока разбираться еще с негативными. Дебафы мы дальше будем продолжать. Охранку номер 2. Так. Прозрачного джентльмена вольмем. Так. Где сопротивление? В Латвии. Первая литература. Моя нога губернатора возьмем. Мы в Эстонии тоже. Оружие, огневую поддержку вкачали. Улучшенное прихотное снаряжение берем. Это обязательно нам прихотку брать. Так. Ну и все. Тут как бы оборонительные дивизии стоят. Тут не хватает. Только. Ну ладно. Так-то бы в важных местах стоим. Охраняем. Новый агент Людмила Единич. Генерал Единич, наверное. Какая-то жена. Не жена, а дочь. Родственница, короче. Так. Форма, короче. Призыва. Так, мы что-то перестали обучать. Машинное шифров... Машинное шифрование берем. Не отстаем, не отстаем. Танки, давай, легкий танк 2. Ну, это БТ. Семерочка. Четвертый интернационал. Мексики. Туда бежали мы. третий рейх потребовал мимен. Отлично. Теперь у него претендий нет на этот регион. Мы отлично можем потом нападать. в случае чего. Дальше он пойдет на Чехословакию. Так. Темпы исследований возьму. Так, машинное шифрование готово. Верни, зонечки подходят. Вот, эту высадку вообще можно клепать. Это для Британии вот эти дивизии, которые сейчас мы клепаем. Надо будет подготовить высадку. и как-то высадиться туда. Чтобы завершить. Но мы будем такую колониальную империю российскую делать. В этом прохождении. Все, 24. Двизии Владимира Капеля их надо послать. Не знаю, как лучше высаживать их. 28 кораблей флота. Да, вот там вот мы будем готовить высадку. Новые дивизии подоспели, кстати. Ну, это мы вот в новую. Точно надо варм взять. Вот это, наверное, самые сильные дивизии на самом деле. мощно, мощно. так, вычислительную машинку взяли. 38 год все еще. Роту обеспечения. Давайте. Роту обеспечения. Машины в кармане управления супер. А можно мы с марионеткой создать альянс? Нет. Как это безнационное обухание? Бронемашину возьмем. релаксировать. В общем, короче, будем делать м... господи, как это называется? Мобилизацию, конечно же. Мобилизацию. лёгкий танк. Пошёл отсюда нафиг. лёгкий танк запректили. Лёгкий танк запректили. В лучшем отношении будем ждать, что там дальше Германия будет. Предлагать традиционально будем реформировать традиционную систему. Шаблон будем менять, наверное, перед войной. Ну вот, наверное, войны пока не будет. Такая подготовительная будет серия. А вот в следующей серии мы уже объявим войну. И вступим в ось, наверное. Мюнхерское соглашение. Всё, судецкого забрали, немцы. Наверное, мы будем брать А когда мы будем эти территории все новые национализировать, тогда мы пойдем, когда уже Польшу и Литву захватим. Наши умольные румынии. Простите. Барону в окружении пока возьмем. Можно интересно объявить? Мы не можем управляться из войны. А всё оно гарантирует. 39-й год уже берем оружие. Так. Что мы можем дальше взять? Почему опыт армии будем дальше российскую армию развивать? танчик, танчик подъезжает. Так. Можно высадку делать? но это злоба подчиняется требованиям италии но тоже стандартно ничего нового а вот теперь выберем все готовим высадку высадку вот сюда отлично еще несколько гарнизончике обучились он будет отдельно создавать все 24 ну здесь будет утепов командовать так экономику может поразвивать где-нибудь где экономика вообще может повыше надо забраться экономику русскую экономику все зависит от нашей высадки в британии они точно не будут ожидать особенно вот сюда высадку море тут они вряд ли будут контролировать море как там с флотом с флотом что-то как-то не очень но хотя бы несколько штучек обучим так машину можем добавить в шаблон изменим танковую тут наверно бронемашину вот здесь бронемашину все да возьмем вот эту русская великая военная тактика массирована штурма это исследование сейчас до массирована штурма отлично мы то и исследуем поэтому мы будем это конечно продолжать будет бонусы к этой доктрине так государства стали просоединились к альянсу ось отлично ну и судьба чехословакии все дальше он наверно пакт с нами будет подписывать а потом уже пойдет на польшу ну и мы вступимся дальше теперь будем моторизацию конструктор новым средних танков будем средние танки производить роту связи средний танк берем пикотное снаряжение тоже мы вкачали второго уровня совершенствованные станки так убираем мосинку уже по пыша будем производить по пыша экономика в руинах 2 с экономикой плохо дела но надо как-то ее восстанавливать нам будет пехотное снаряжение возьмем оборону в окружении прокачали глубокую оборону теперь так высадка готова нам надо только флот только флот нужен так где еще флот у нас интересует где наш флот только вот этот на отправляйся отправляйся отсюда уже падение нонкину уже ну и все флота больше нет нашего ну и тут отлично все хорошо здесь флот есть и тут есть все больше утвергает ультиматум германия очень тяжелая ситуация тоже объявляем войну польши вот и вторая мировая началась ну давайте еще монголов пригласим великую монгольскую империю все так теперь можем кстати вот 5 августа 39 года ну все запускаем время ну все запускаем время уже летущество едаем очень быстро вот все мы 8 можем вступить отлично добровольцев они нам посылают мы присоединяемся к оси так все все класс теперь теперь ну давайте дальше по плану пойдем скорость дивизии берем обязательно в окружении добиваем дивизии ну и мы в оси находимся в оси это очень все литва уже капитулирует это очень хорошо что она начинает капитулировать сейчас с литвой разоберемся до конца соберемся с фронтами давай давай вперед атакуй их ну тут уже польские дивизии на самом деле что такое что то все теперь можно план сейчас переделать все отлично тогда берем сюда перерисовываем весь план переделываем все рисуем план наступление дальше окончательного на польшу все погнали наступаем дальше готовим высадку готовим сейчас мы вот с польши мы разбираемся и все дальше мы уже готовим высадку полностью полностью уже без почти я хотел окружить но получилось окружить их но мы все равно быстро прорываемся варшал мы не сможем взять к сожалению ну гродно хотя бы не какой то процент мы должны иметь в этой войне 39 процентов ну гродно так влюблен подходим так влюблен будет наш все падение варшал пока будет такая некрасивая штучка все обороны территорию займы заняли все дивизии давайте посылаем сейчас туда русские легкие танки запускаем в производство путепов тоже давай шуруй туда новые дивизии подходят не вовремя сейчас видите как бы хотел что типа перед войной остановиться но война случилась быстрее чем я ожидал но это blitzkrieg blitzkrieg точно ну зря союзники так себя победили но они конечно ожидали что мы вступим к ним но не нам не отдали польшу своим наш театр поэтому мы повоевали с ними как-то так вот зато россии это самая такая сильная страна нас а а а а а а Все, ладно, давайте Флотом заниматься Флотом заниматься Все, высадка Мы можем проводить высадку Все, поплыли, поплыли 10 дивизий Класс Поплыли 10 дивизий Класс Что они поплыли 10 дивизий, давайте Ну это хорошо Вот быть Россией Можно провести Такую высадку Блин, они тут контролят Они контролят твою дивизию Но они контролируют Давайте Вынужденную атаку Блин, вот с высадкой мы сейчас провалили На 78 Был уже Блин, плохо, плохая высадка Очень плохая Ладно Давайте на этом завершим Я попробую Провести все-таки высадку До конца Потому что Ну Тут не хватает нас Прорасходцы Надо запрягать еще Флот Проблематично Тут у нас Блин, я не знаю Как проводить высадку Пробуем запустить время Сколько они будут так Сопротивляться Падение Парижу Не происходит Ну Хорошо Давайте Сделаем Так Ну Да По порту Попробуем Устроить 78 Давай 79 Я не запряг Авиацию Дурачок Конечно У нас вроде Никто не убивает Особо Не так уж Сильно Ну Да 80 Че такое Че зависло Свободная Франция О Вишистка Франция Появилась 83 Мы сможем Высадить Сможем С помощью Авиации 85 86 87 88 Давай Давай Навались 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 Ожидание Капитурирует Ладно Не будем 96 98 Мы высадились Стоп Да Мы высадились Мы высадились Юху Просто мы высадились О Да Высадку Мы провели Ну Следующая Серия будет Часовая Я думаю Часовая Версия Вот тут Кстати Британцы А Они еще Сидят Здесь Но Видите Тут Наши Вот Эти Храбрые Дивизии Капеля Они Очень Ну Потому что Он Северный Волк Мастер Зимней Войны Эксперт По зиме И мы Можем Флот У нас Хорошо Тут Сработал Флот Мы Успели Тут Починить Кстати Давайте Флот Ну Флот Давай Еще Поработай Потому что Нам Остальные Дивизиты Надо Как-то Подводить Как-то Будет Так Где Окупировали Территорию Где Еще Гражданский Назоль Тут Тоже Военный Губернатор Уберем Ну Давайте Посмотрим Как Выглядит Наш Наш Альянс Ось Выглядит Очень Сильно Что-то Вишевская Франция Свободная Не в Альянсе В общем Ось На всю Евразию Самый Сильный Будет Альянс Всегда Ходит Германия Италия Италия Самый Сильный Это Конечно Россия Российская Империя В общем Я За кадром Проведу Тут Полнейший Ну Закреплюсь Тут Подведу Еще А Вот эти Вот дивизии Высажу Попробую Высадить У нас Столько Дивизий Много Да Мощно Мощно В общем Я Чую Будет Прохождение Интересное Мы Попробуем Еще Забрать Польшу По-нормальному Как-то Сделать Покрасивее Польшу Потому Что Ну Границы Нужны Красивые Постараемся Взять Еще Варшаву Хотя Варшава Для У немцев Ну Не знаю Мы Будем Пока В оси А потом Придадим Ось Придадим Ось Потому Что Чую Германия Третий Рейх Нам Ничего Не даст Будет Нам Потом Портить Все Если Еще Королевство Румыния Вступит В ось А у Нас Территории Нет Мы Должны Будем Воевать В общем На этом Все Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Пальцы Вверх И Знайте Самое Интересное Еще Впереди Thank you Guys А интересно Будет Всем Удачи И Пока